Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Единую управляющую компанию требует признать банкротом. Иска несостоятельности подала в арбитражный суд налоговая. Сумма исковых требований 4 миллиона 370 тысяч рублей. Ранее глава администрации Вячеслав Семаков сообщал, что у компании крупные финансовые проблемы. У нее арестованы счета и имущество. При этом на предприятии был выявлен ряд нарушений, включая незаконные выплаты премий. На счетах кировчан в банках 178 миллиардов рублей. Такую сумму называют в отделении Киров Волговятского главного управления Банка России. По данным на 1 января 2023 года. За год сумма выросла на 13,5%. Растет доля и рублевых вкладов. Рост депозитов юридических лиц к началу 2023 года составил 32,5%. Сумма, хранящаяся сейчас, 29 миллиардов рублей. На счетах индивидуальных предпринимателей 15 миллиардов. Рост на четверть. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Более 300 банков насчитывается в России. Кому из них доверить свои деньги? Важный вопрос для любого бизнеса. Как выбрать банк для открытия расчетного счета? Советы от руководителя компании «Бухгалтеры» я Татьяна Максимчук. Я рекомендую пользоваться следующими критериями. Стоимость абонентского сопровождения. Стоимость снятия либо вывода средств с расчетного счета. Удобство. Кому-то удобно ездить в офис и офис банка, грубо говоря, под рукой. Но мне, например, неудобно. Я предпочитаю онлайн-работу. И если один банк требует для каких-то процедур личного визита, то я буду искать другой банк. Успешный бизнес – тот, который считает деньги при каждом шаге. Внимательные и рациональные специалисты компании «Бухгалтеры» я умеют это делать. Делегируйте подсчеты профессионалам, освободив свои ресурсы для развития. Вопросы и запись на консультацию по телефону 213-112. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 79 и 62. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.